ТЕРИТОРИЯ МАШИН В России произошло 9 тысяч ДТП, связанных с выездом на встречную полосу. Кто-то выезжает на встречку умышленно, демонстрируя свою крутизну и отвратительное воспитание. А есть и те, кто просто не увидел разметку. Не секрет, что материал, из которого она сделана, не всегда хорошего качества, и она истирается по тысячамешин. Но наши чиновники решили, что виной всему цвет заветных полос. Они у нас белые, и видим в этом причины того, что их часто не видят. А вот в Америке, где президентом теперь Дональд Трамп, они желтые. Умные люди в правительстве решили, что пора перенять опыт заокеанских товарищей и начать перекрашивать сплошные по всей стране. Не важно, что дороги у нас мало где чистят, и полосы на асфальте не видно, будь они хоть цвета фуксии. Главное – выступить с инициативой и пусти деньги на благое дело. Вы просто представьте, насколько у нас станет лучше на дорогах, когда две полоски станут желтыми. Тема беспилотных автомобилей продолжает будоражить умы всего прогрессивного человечества. Докатилась она, естественно, и до нас. В ближайшее время в столице нашей Родины начнут работу беспилотные автобусы. Нет, это не те, что ездят по выделенным полосам и в которых есть гармошка. Это маленькие электрические автобусы «Матрешка», разработанные компанией «Волга-Бас». «Матрешка» вмещает шесть пассажиров и обладает запасом хода 180 километров. Управляется автобус при помощи самообучаемого программного обеспечения, способного оценивать дорожную обстановку. Максимальная скорость диковинного агрегата – 25 километров в час. Работать «Матрешки» будут в крупных парках и на закрытых территориях. В качестве пилотной площадки планируется использовать ВДНХ и лужники. Сейчас беспилотники тестируются в Сколково. То есть вы не поверите, но там реально что-то делают. Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться.